В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств отчитались главе муниципалитета в проделанной работе. Подробности в нашем следующем сюжете. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2400 обращений. По 20 заявлениям возбуждены уголовные дела. 15 преступлений сотрудники полиции раскрыли по горячим следам. На территории обслуживания ведомства произошло 218 ДТП. Одно из них со смертельным исходом. Традиционные мошенничества продолжаются, но наши бабушки, наши дедушки продолжают какие-то деньги свои ходить, брать кредиты, инвестировать что-то, отвечать на какие-то звонки, отправлять очень большие суммы. Я еще раз прошу соцзащиту, пенсионный фонд, управляющие компании совместно с участковыми пройти еще раз, где наши пенсионеры, попросить, чтобы наши пенсионеры были более внимательны к этим дистанционным мошенникам, потому что, я говорю, идут, берут большие кредиты. 55 выездов совершили сотрудники пожарно-спасательного гарнизона. На территории городского округа Люберца за неделю произошло 5 пожаров. В результате происшествий никто не пострадал. На территории городского округа проходит сезон противопожарного водоснабжения проверки. С Люберецким водоканалом силы подразделения отрабатывают, но помимо Люберецкого водоканала есть еще много балансодержателей водопроводных сетей. Убительная просьба провести на всех объектах, где имеются свои сети наружного водоснабжения, провести проверки, представить акты о проверке до 25 октября. На прошлой неделе дома городского округа Люберцы начали подключать к отоплению. В адрес управляющих компаний поступило более 240 обращений, связанных с подачей тепла в квартиры. Данные обращения оказались в основном жилфонды с нижним розливом. Это в основном пятиэтажки. По всем заявкам, если старя были прошли, спустили воздух, на данный момент отопление подается нормально. Участники совещания ознакомились с работой Управления транспорта и Организации дорожного движения. Одно из направлений деятельности – мониторинг социальных сетей. Жалобы, которые жители округа пишут в интернете, рассматривают на внутренних совещаниях с перевозчиками. Водители, которые систематически нарушают правила перевозки пассажиров, ждут депримирования или увольнения. Шуи Зайги Азарян, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.